Красная Поляна сегодня в центре внимания участников игорного форума. Правда, сами представители курорта Горки-город от участия в форуме отказались. Подробности о датах открытия официальной горной зоны стали известны от представителей городской администрации. Итак, в тестовом режиме первое сочинское казино заработает уже с 1 декабря. Известенный официальный оператор Олимпийской горной зоны, которая, уверен власти города, позволит увеличить туристический поток как в горном, так и в прибрежном кластере Сочи. В этом году мы ожидаем в зимний период около полутора миллиона человек. И я думаю, что как раз часть этих туристов приедет именно для того, чтобы поиграть. Они рассчитывают принимать около 1700 человек одновременно, то есть смогут играть. И по году хотят выйти на где-то 500-600 тысяч человек дополнительно привлеченной аудитории. Я думаю, конечно же, это будет способствовать развитию игорного туризма в нашем городе. Это будет интересное направление. Оно будет привлекать новых игроков и, естественно, новых туристов. Участники конференции отмечают из всех игорных зон, созданных в соответствии с действующим 244-м федеральным законом. Красная поляна – это самый подготовленный земельный участок в плане уровня развития инфраструктуры. Займет игорная зона более 165 тысяч квадратных метров горнолыжного курорта «Горкий город». По данным курорта «Горкий город» предоткрытие состоится 24 декабря. А 5 января 2017 года ожидается уже грант-открытие с хорошей развлекательной программой, с бесплатным приглашением гостей и жителей курорта на концертную программу, которая будет у них на площадках проводиться. Что касается игорной зоны Азов-Сити, что в Щербиновском районе края, то Сочинской она конкуренцию не составит, отмечают эксперты. На Красную поляну ожидают в основном иностранных туристов.